Добрый день, радиослушатели и также зрители нашей программы. Сегодня понедельник и программа «Грани» в эфире, и у нас сегодня очень-очень-очень многогранный человек, которого знает вся Крузия и советы которого слушает вся Крузия. Я не ошибаюсь в этом, потому что есть люди, которые как будто бы сомневаются в этих советах, но они его всегда прислушиваются и ждут, что же он нам скажет. Итак, сегодня у нас в гостях астролог, профессор медицинской академии, журналист и также трижды лауреат фестиваля эстрадной музыки. Вы когда-нибудь знали об этом, про нашего сегодняшнего гостя? Итак, сегодня у нас нашим гостем является наш великий Михаил Цагарелли. Добрый день, Батону Михайлович! Приветствую всех, приветствую, очень рад, очень рад общаться с вами, я всегда с вашим радио всегда общался, изначально, с первых, скажем, шагов, всегда было интересно, но сейчас особенно интересно, потому что в вашей передаче я никогда не принимал участие. Посмотрим, какая она у нас получится. Может быть, вы нам предскажете, какая она получится? Совпадают наши звезды? Ну, исходя из того, что сегодня Солнце вошло в самый эзотерический знак рыбы, знак психологов, да? Знак религии, скажем так, эзотерики, поэтому я думаю, что и контекст будет такой очень интересный, психологический. Мы спокойно пройдем наши 45 минут. Да-да-да, конечно, конечно. В одном еще. Вот вы зашли сразу же в нашу новую студию, и вы сказали, вы знаете, я первый раз в этой студии. Что вам сказали звезды? Ну, сказали, что все хорошо, все отлично, энергетика положительная, приятно здесь находиться, общаться, потому что у меня чувствительность очень высокая, поэтому экстрасенсорные элементы у меня есть. Если мне что-то не нравится, я или начинаю ерзать, или я ухожу оттуда. Два варианта. А здесь я не чувствую никаких негативных. Вы не ерзали, и никакого объекта у вас не было? Нет, вы видели, да-да, да, и желание такого не появлялось. Значит, все хорошо. Знаете что, я хочу начать с того, что почему астрология вошла так глубоко в вашу жизнь? С чего это вдруг вы стали астрологом? Вы же филолог, ну, журналист. Я никогда не шел этой дорогой, мое дело было наука, я биохимик. Наука-биохимик? По специальности я и защищался в этой сфере. Вы биологический факультет, конечно? Да-да-да, конечно, и шел по дороге биохимии, и защита у меня в этой сфере, по ферментам и так далее. То есть я шел абсолютно другой дорогой. Ну, один прекрасный день произошла такая серьезная вещь в жизни каждого человека, бывают такие вещи у меня тоже. И вместе с этим я играл. Три фестиваля, мы были лауреатами, много концертов. Вы играли на фортепиано? Нет, я играл на гитаре, я играл на ударных инструментах, я пел еще отдельно и так далее. И поэтому всегда этим интересовался, было немало гастролей, все такое. И, в общем-то, был доволен своей жизнью. Скажем так, ну, видимо, это довольство перешло, видимо, в самодовольствие. И надо было меня наказать. Нет, 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 самодовольствие, потому что у меня все было. И мы пили, мы ели, много девочек, гулянок, раз я тогда открытая была страна для нас, и ничего, мы, скажем, ни на что не говорили, нет, все, да, все прекрасно. В нашей жизни считали себя вообще суперменами. Скажем так, вы не можете сейчас представить, какой я был. У меня были, во-первых, длинные волосы. Это вам непредставляемо. А у меня есть вот эти фотографии. Кстати, хочу вам сказать, которые трудно. Но некоторые журналисты, когда вы видели, охали-охали. Да, ну, это было. Значит, хипарические вот такие периоды у нас были. Но в один раз, видимо, это зашкалило, и надо было меня наказать. И космос решил наказать. Что хватит, погуляли и хватит. Надо менять жизнь. И каким образом, значит, тогда разразился в Тбилиси очень сильный такой, сильная форма была, неприятная мононуклеоза, гриппа. И вот я заболел этим гриппом. И очень серьезные были осложнения. Ну, фактически, надо сказать, что 50-50. Вот так было мое состояние. Либо сюда пойду, либо туда. Серьезные изменения были в крови. И так далее. В общем, космос раздумывал. Увести меня или нет, или оставить. Как вы красиво сказали, космос раздумывал. Да, скорее всего, так и решили оставить. Но с одним условием. Это условие было интересное, потому что один мой друг, вдруг, почему-то, никогда, никаких книг мне не приносил, вдруг принес книгу. Такая она была самовыздатом. По-моему, тогда не было таких книг. Это про еще коммунистов. Мы книги всегда доставали. Про коммунистов было, и такие самовыздаты были. Это Эдвард Энтон, американский астролог. И, ну, сказал, что вот если мне будет интересно, почитай. В общем, психология меня интересовала. Изначально он это знал. Ну, что-то подобное. Он сказал, вот, почитай. Я почитал эту книгу. Ну, лежу дома целый месяц. Ну, нет чего делать. Тогда ни интернета нет, никаких других, ни телефонов мобильных, ничего такого, чем книгами. Поразвлечься. Я читаю, читаю и затягиваю страшно. Потому что вдруг обнаружилось это 40 веков назад. Люди, которые определили астрологию, они пишут обо мне. И там минимум 80% это мой полный психотип. Это я был в шоке. Каким образом они знали? Как они это могли знать 40 веков назад, что я буду вот таким в это время? Меня это очень заинтересовало. Очень. Я решил, что если я затем выправлюсь из этого состояния, выйду, я обязательно должен, да, этой сферой заинтересоваться. И так и случилось. Меня вернули в этот мир. И я заинтересовался. Начал посерьезно и такими книгами, скажем, увлекаться, доставать. Потом тогда были у меня поездки в Москву. Там начал встречаться с местными астрологами, встретиться с прекрасным астрологом. Поездки в Москву уже были специально для ваших целей или просто? Нет, нет. У меня были отдельные там, потому что мы продолжали гастрольные поездки у нас были. Потом по науке там. Я, когда вот сфера защиты была в моей диссертации, тогда у меня была из Москвы оппонент. И вот часто мне приходилось проезжать туда, начать литературы по делам, поработать и так далее. Но это вместе с этим я там познакомился с интересными очень людьми, астрологами. И, в общем, когда мы начали раскрывать и начал обучаться этой сфере, потому что она меня очень заинтересовала. И когда я начал раскрывать букет, скажем так, собственного я и собственной персоны, вдруг выясняется, что та жизнь, которую я веду, она у меня уже была в прошлой жизни. Сегодня астрология занимается системой реинкарнации. Мы остаемся в реинкарнации, в отличие от нашей религии. То есть человек не один раз приходит в этот мир, а много раз. Для чего? Вот вы приводите ребенка в первый класс. Почему? Посадите его в десяток. Нет. Он должен потихоньку пройти, дабы эволюционировать. Также любая душа должна потихоньку пройти многие жизни, дабы она стала более эволюционной и развитой. В одной жизни всего не достичь, к Богу не прийти, это очень трудно. Для массы это невозможно. Для отдельных, может быть, личностей, да. Это просвещенные называются. Да, ну, конечно. Поэтому, значит, когда я это понял, я понял, что прошлая жизнь, у меня с этим была связана. С музыкой, гулянками, девочками и так далее. Все это я уже прошел, поэтому мне это хорошо удается. Мне это нравится, я хорошо себя чувствую. Это уже пройденный путь. Вы прошли эту школу. И мне вдруг говорится, указывается кармический путь. Это оставить прошлому. Вам это уже не дает никакой духовной эволюции. Это просто вы получаете удовольствие. Но духовно не развиваетесь, это регресс. А куда идти? К восходящему узлу. А что он указывает, что я должен быть совсем другим? Что такое восходящий узел? А вот два узла у нас в астрологии. Восходящий, нисходящий. Нисходящий указывает, чем вы занимались в прошлой жизни. Что вы прошли, чего не надо больше делать. А восходящий указывает, для чего вы пришли. И что вы сейчас должны делать. И выясняется, что я должен не таким оболтусом быть, каким был. А надо стать организованным, дисциплинированным, трудолюбивым, упорным, терпеливым. На передний край карьера вместе с стабильностью семьи. Вот чего надо добиваться и каких качеств. И вот, когда я начал себя реорганизовывать, это сложный был процесс. Но он важный был. Потому что, когда я начал себя потихоньку трансформировать, вначале мне это было неприятно. Потому что восходящий узел указывает на текайство, которое вам не хочется. Вы заставляли себя. Конечно. Потому что это та дорога, которую вы еще не проходили. Ваша душа. Вы хотели. И это вы и потому заставляли себя. Я понял, что вот моя дорога, за что меня ударили, за что меня побили. За то, чтобы я разобрался в себе и изменил круто стиль жизни. Потому что я шел по дороге нисходящего прошлой жизни. А меня за это и побили. Мне нельзя, потому что это инволюция. А мне нужна эволюция души. Вот в чем дело. И когда я понял, что эволюция гораздо сложнее, инволюция гораздо легче. Потому что вам то, что вот вы пришли... Скатываться легче, чем подниматься. Да, вы в шестой класс перешли. Пятый, вы же хорошо знаете. Вы на пятерку закончили пятый класс. Вам очень легко его пройти. Фактически я был похож на этого человека, который хотел вернуться в пятый класс. Я там хорошо себя чувствовал, гулял, пил, ел и так далее. Что мне еще нужно, да? А мне говорят, нет, шестой. Новые качества характера, которые мне неизведаны. И надо через, не могу, через, не хочу их добиваться. Вот тогда я буду эволюционировать. Вам кто-нибудь помогал? Нет. Кто мог в этом мне помочь? Это же трудно самому пройти это? Нет, мне только помогали в том, что мне объяснили. Это астрологи тогда более известные. Вы встречались? Конечно, Москве, я этим и занимался. А потом, когда я сам начал уже это хорошо все выполнять, и карты, и хорошо прогнозировать, и выяснять уже психотипы, и кармическую линию человека, в первую очередь, конечно, я занимался собой. И когда я понял, что я должен делать, через не могу, через не хочу, это необходимо. Это для этого меня и привели в этот мир. Вот в чем дело. Если я не буду это выполнять, то смысла нет в моей жизни. Какой смысл? Хорошо, что вы поняли это, что вы должны сделать. После этого я и начал пропагандировать астрологию. Только после этого, когда я увидел, что астрология начинает работать. Почему? Потому что как только я стал на новый путь развития, и начал себя менять, том числе изнутри, и находить, то пришли новые веяния. Вдруг я после этого оказался на телевидении, совсем того никогда не думая. Вдруг пришли новые люди, абсолютно новые знакомые. Закончилась моя всякая карьера музыкальная. Пришел совсем другой мир, с миром психологов, миром эзотериков, миром художников. Очень интересные, совсем другие люди, которые привнесли совсем другие фазы развития в мою жизнь. Поэтому я благодарен тому, что произошло. Это должно было произойти, иначе я не достиг бы ничего абсолютно. Миша, обязательно человек должен попасть в какую-то ситуацию безвыходную, чтобы потом где-то остановиться в начале пути и начать искать себя? Нет, не обязательно. Вот вы сказали, что у вас была вот такая ситуация. Вы потом вам дали какое-то наказание. У которых очень сильный путеводитель, то есть сильный ангел-хранитель, который буквально ведет сам по себе, изначально. Изначально. Изначально, да. Бывает такое. Это когда очень сильная родовая карма у людей. Частенько вот родовой градоначальник, скажем так, ангел-хранитель, помогает, скажем так. Сразу же направляет. Сразу же направляет. И ему уже не надо. Это бывает нечасто, но бывает. Есть второй фактор, когда вот это особенно у лиценского пола часто проявляется, у них сильная интуиция. Какого пола, извините? Женского пола. А, женского. У них интуиция часто подсказывает, что лучше делать, куда идти. Женщины тогда сильнее в эмоциональном. С этой точки зрения, да, конечно. Безусловно, поэтому частенько подсказки бывают через интуицию. Так, это второй вариант. Ну, а третий вариант самый распространенный. Когда человеку дают еще какие-то подсказки жизненные, но он не обращает на них внимания, не реагирует, и тогда уже приходится так, как со мной произошло. Значит, у вас были подсказки, да, по жизни? Наверное, видимо, но я не обращал на это внимания, потому что я гулял, где мне было времени на подсказки смотреть. Да, я удовольствие получал. Тогда можно сказать, что все люди, проходя пору созревания, и мужчина, и женщина, проходят какое-то состояние безвоздушного состояния, без такого, не притягивает их земные невзгоды, и вдруг в один прекрасный день они грохаются об землю, открывают глаза и уже начинают понимать, а что дальше. Либо авария, либо полная фиаско в личных отношениях, либо на работе, либо по болезни. Вот разные факторы, когда нас наказывают. Для чего идет наказание? Для того, чтобы мы открыли глаза, чтобы мы научились правильно жить, разобрались в себе, что это отсказка того, что мы неправильно живем. Это не наша кармическая линия, по которой мы идем, и надо вовремя изменить эту линию. Когда человек этого не делает, разок он получит травму, второй раз у него пойдут проблемы с работой, третий раз у него пройдут проблемы уже с болезнями. Это все предупреждение, да? Да, конечно, а после этого, после третьего, уже не предупредят, вас просто уведут. И есть кармические годы, когда особенно сильно уводят с этого мира, да? Ну, 27 лет Михаил Лермонтов, Сергей Сенин, Лорд Байрон, Николай Бородишвили, Джим Хендрикс, Джим Моррисон, музыканты. Почему их увели так рано? Да они не поняли, для чего прошли в этот мир. Ну и что, что вы гений? Это ничего не значит. Гениальность вам дал Бог. Но вы не поняли, по какой дороге вы должны... Неправильно использовали свою гениальность, да. А как же? Вы не развили ее в том духе, в том параметре, в каком надо было ее развивать. Ну, они же были гениальны. Почему они не поняли этого? Дело как раз в этом, что гений – это не значит, что должен обязательно понимать. Вот в чем дело. Что такое гений тогда? У гения может развиться что? Самомнение. Вот в чем несчастье. Эго – это самая большая проблема в человеке. Когда у него развивается эго, вот как у нас, любят, говорят, это самое большое несчастье. Когда человек доходит до этого состояния, он теряет уже полностью правильную, объективную оценку мира здания. Пусть накажут потом его за это, не обязательно уходом. Вот, допустим, он упадет и... Да, вот так и наказывают. Но когда человек уже один раз, два раза, три раза, никаким образом не реагирует. Сколько наказаний должен пройти человек? Три. Чтобы потом... А, три. Три вам дается. А потом уже... После трех вас уведут, потому что вы не поняли, и не имеет смысла больше. Уход – это наказание? Уход – это просто... Нет, это избавление от дальнейших серьезных проблем, которые у вас могут быть. Просто вы не поняли, вас увели, дабы провести в том мире с вами определенную работу и заново вас вернуть. Что такое тот мир? О, тот мир. О том мире Альберт Эйнштейн отозвался так. Я бы отдал все, чего я добился в этом мире, дабы заглянуть хотя бы на одну минуту в тот мир. Это мир духовных верхних слоев. То есть у нас семь слоев. Мы видим только нищий свой слой, он материальный, и мы видим только нашу материю. А вот у этого тела есть еще шесть верхних слоев. Шесть тел. В том числе наиболее известное эзотерически и на нашем уровне астральное тело. Это третье наше тело. Астральное тело – это то тело, которое, скажем так, так вот там имеется система программы. Эта программа полностью ведет нашим телом, всеми процессами, которые у нас происходят. И когда у человека должна произойти какая-то сфера наказаний, то программируется на уровне астрального. То есть в астрале, допустим, вот сядет программа, вы должны заболеть. Вот она и отключает нам определенные органы или меридианы, и идет болезнь. Туда чистая энергия не входит. Вот представьте, человек состоит из 12 основных каналов меридианов энергетических, да? По каждым меридианам проходит чистая космическая энергия. И вот когда она проходит, человек счастлив, у него все идет хорошо. Но как только происходит под каким-то предлогом закупорка какого-то меридиана негативной энергии, да, закупоривается, чистая энергия войти внутрь не может. И тогда вот... Она настолько слабая? Чем... Ну, конечно. Чем этот меридиан правит, в этой сфере у человека начинаются проблемы. Это может быть личная жизнь, это может быть болезнь, это может быть карьера и так далее. Есть такое выражение «Не сотвори добра, не получишь зла». С точки зрения астрологии как она прочитывается? Давайте так. На зло давайте слишком так уж мы не посмотрим. Всегда надо везде сохранять баланс. Вот еда как таковая, она хорошая. Но если вы переедите, вам плохо. Если вы не доедаете, вам уже будет плохо. Поэтому зло и добро, оно тоже должно быть примерно поровну. Потому что как вы поймёте добро, если вы не знаете зла? Вы добро оцениваете именно зная зло. Вот в чём проблема. Не зная зла, у вас добро как таковое не существовало бы. Понятие. Вот и всё. Поэтому зло и добро, оно должно быть примерно поровну. Другое дело, что вы должны стараться, стараться делать добро, но не переходя в крайность. Почему? Потому что излишнее добро наказуемо, потому что вы потеряли баланс, а жизнь это баланс. Да? Вы как только потеряете баланс, переходите в одну крайность излишнее, вторая крайность ударит вас, дабы вернуть в зону равновесия. Вот посмотрите, это прекрасно проявляется в маленьких детях. Когда они чему-то особенно обрадуются, большая у них радость, вы не можете их остановить. А в эйфорионе. и чем заканчиваются слезами? Либо сами ударятся, либо вы их побьёте, чтобы они как-нибудь успокоились. И вернулись в состояние равновесия. Изначально дети приходят со своей кармой, но мы думаем, что мы их воспитываем, да? Да, конечно. Вот где середина между воспитанием ребёнка и между тем, кем он пришёл в этот мир? Японцы обычно до семи лет детей не накажут. Не вмешиваются, да. Почему? Вот что такое семь лет? Здесь у нас семилетные отрезки очень важны, потому что семь лет это знакомый, вам хорошо знакомый. Человек проходит первые семь лет вперёд знакомый. То есть здесь ребёнок очень активный, очень энергичный. Он познавательно пришёл, всё его интересует, он должен всё разобрать, посмотреть, выяснить. Сам. Неимоверная энергия кипит. Да, и пусть он познаёт, пусть он разбирается, пусть он обожгётся, чтобы он понял и запомнил. Это необходимо. А здесь, если мы будем уже кричать на него, его психика пока не готова. Он может закомплексовать, он может испугаться, он может потеряться. То семи лет? Семи лет начинается второй этап. Телец. Это ребёнок становится более спокойным. Он начинает понять... Ощущать себя. Да, он начинает понимать такое понятие, как, например, верность, как традиции, родственные узы. Его уже другие элементы интересуют. Понимаете, в жизни. Вот здесь уже надо с ним поработать. Сколько этапов у человека в развитии? Вот, допустим, человек дошёл до 120 лет. Какие уровни он проходит? Все, 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 все 12 знаков Додека со своими планетарными аспектами он проходит, а потом заново начинает. Поэтому уже в старости частенько мы говорим, прямо как ребёнок стал этот старый человек. Потому что он эти... Потому что он опять ковну вернулся. И пошёл на второй круг. Да, второй круг. Это хорошо или плохо? Ну, конечно, хорошо. Это нормально. Потому что глаголит истина младенцам, да? Это же сказано. А как тогда выражение старческая мудрость? А, ну, это то же самое. А что вы думаете, ребёнок не мудр? Он по-своему мудр. Но он просто пока у него сознание... Это устами ребёнка глаголит истина. Да, конечно, конечно. Он по-своему мудр, но ещё у него сознание не подключено в достаточном количестве. Он даже чист в своих выражениях. А вот когда вы уже стареете, дорогая моя, вас даже не пугает уже смерть. Вы к ней подходите гораздо спокойнее. По научному. С пониманием. Нет, здесь и наука не нужна. Вы где-то её чувствуете. Я знаю таких людей. Они чувствуют, разговаривают. Вот Гела Чаркуян, если у вас будет, очень интересный собеседник. Очень, да. После смерти и мальчика, и жены, он вообще потерял страх смерти. Он наоборот, он ждёт её. Он разговаривает с ней. Понимаете? Поэтому это состояние уже приходит вот именно внутренняя мудрость. Это равновесие самое настоящее. Да, да. Ну, если человек... Нет. Сейчас один момент. Это должно быть так. Но не у всех. Я видел старцев, которые довольно-таки обозлены на эту жизнь. И почему-то они считали, что фортуна их обошла и неправильно обошла. Есть такие, к сожалению. Но если такие есть, почему? Да, конечно, есть. Они имеют право сказать это? Ну, есть эта категория. Мы не избавимся от того, что в жизни всё должно быть в равновесии. Сколько хороших, столько плохих. Поэтому у каждого своя карма. Значит, этот человек, если он живёт, и ему там за восемьдесят, значит, он должен быть. Он что-то ещё делает. Не сделал. что-то ещё из того, что надо было ему сделать. Но он недоволен. А есть другой, который, например, хочет все только добро. Он пришёл к этому. А есть третий. Кстати, вот я надеюсь, что вот в третьем я испуду, наверное. Но что я хочу сказать. Вот у человека три этапа в жизни. Начальный этап, когда он много познаёт, скажем так. Вот семилетний отрезок сейчас отставим. Все они входят в эти большие три этапа. Значит, первый этап, вот вы познаёте, вы много учитесь, вы много читаете, вы много контактируете, вы хотите познать всё. Хорошо. Набрались этого определённого опыта, ума. И теперь что хотите? Выплеснуть. Другим отдать. Научить. Рассказать. Объяснить. Поделиться. Прекрасно. Второй этап. Вот он у меня сейчас. Я делюсь. Я хочу со всеми поделиться астрологией. С огромным знанием этой сферы. Она уникальна. Она мне помогла, она изменила мою жизнь. Я хочу, чтобы вашу жизнь тоже изменила. И чтобы вы поняли вашу кармическую программу. Они жили, как в тёмной комнате, человек, который ищет, где тут включатель. И то, что-то ударится всё время, пока найдёт свет. Да, и третий этап. Один прекрасный день. Всё это закончится. Я замолчу. То есть, мне это уже всё надоест. Я выплесну всё, что я хотел сказать. Мне больше ничего не останется. Говорит. Это вот момент, когда я просто сяду, попаду в состояние медитации. Я, Бог, мир и все мы одно целое. Вдруг так глобально это всё представилось? Да, конечно. Это пустота вселенной, не пустота, тишина. Это уже, да, третий этап. Когда вы уже и высказались, вы уже ничего, и вам уже не надо ничего нового опознавать, хотя много чего вы не познали ещё. Ничего, медитировать. То есть, найти баланс внутренний между душой и телом, между эмоциям и умом, между многими другими факторами вашей жизни. Вы же этому учились. Вы же этим делились. Ну, это не всем, да, но я понимаю. Это не всем, да, но. Я понимаю, но я сейчас о себе говорю. Да. Это хорошо. Я, например, пойду по этой дороге. Вот, например, я чувствую, что потихоньку с возрастом любой звук, гармония, мелодия, по-другому идут. Они шли по-другому. Вы знаете, я даже что заметила ещё, что вот я когда смотрю карточки, которые раньше мне не нравились, мои, я буквально о себе говорю, вдруг они с течением времени, оказывают на меня совершенно другое влияние. Что это такое? Это есть мудрость, которая потихоньку вливается в вас. Вот они мне не нравились, и вдруг они мне что-то говорят. Сейчас вы чувствуете, что здесь, тогда вы были поспешны, вы были молоды. Это для вас было ещё рано. Не в карточках тут. Да, да, вам было рано. Вот есть же такие, иногда вот фильм бывает такой, музыка бывает такая, картина бывает такая, да? И воспринимается по-другому. Приходит возраст, когда вы готовы к ней, приниманию, познанию, пониманию. А то мы смотрели, в 20 лет я смотрел и в Эрмитаже, и во многих местах шедевры, но то, что я тогда смотрел, и сейчас смотрю, а та же самая картина, тот же самый художник, тот же самый... Может быть, эти сами картины несут в себе так информацию? Картина едина. Едина? Представьте, вот вы представьте, вот у нас лотос. Я на него сейчас смотрю и ощущаю его совсем по-другому. А в 20 лет я мог тоже на него так же точно смотреть и ничего не ощущать, но сказать ничего. Вот и все. Лотос и все? Да, все. Я даже мог и не знать, что это лотос. Ну, что-то там. Вообще, астрология это законченная уже наука? Или она еще прогрессирует? Нет. Развитие есть. Много школочных, интересных, американских, немецких, российских. Развитие вот в чем? Прочитание созвездий? Идут новые... Ну, астрономия, астрология это фактически единое целое, которое нас почему-то разделили потом со временем, но мы опираемся, конечно, на сферу астрономии. В астрономии много новых открытий, в том числе научных. Базируясь на эти открытия на влияние планетарные, мы, конечно, вносим какие-то небольшие, потому что фундамент остается. Вот на этом фундаменте небольшие кое-какие изменения. Хотя есть, конечно, и разница между нами. Например, астрономы считают, что Плутон это не планета, и они ее убрали, скажем так, из числа планет, и считают сейчас не планетой. Но астрологи считают абсолютно по-другому, потому что планета это то существо, скажем так, которое может очень сильно влиять на биологические организмы, в том числе на человека. А неважно, так как они считают астрономы, что масса у нее небольшая, поэтому это не планета, а не по этому фактору. А мы по-другому. Главное, как она влияет, в каком качестве на человека. Если она сильно влияет, тогда это уже планета. Если нет, не имеет для нас значения ее масса. Плутон это планета, которая ведет земными катастрофами. Как она может быть не планетой? Как она может и не быть, да? Ну и то, что она маленькая, как таковая, но у нее огромная энергия. Плутон это сексуальная энергия, дорогая моя. От влияния Плутона в личном гороскопе зависит сексуальная энергия человека. И поэтому отсюда идет и фрегидность, и всякие интимные болезни, и так далее, и наоборот, конечно. Вот это все от этого зависит. Поэтому как можно и пренебрегать такой планетой? Есть люди, больные аутизмом. Да. Как они видят мир? И что говорят о них астрологи? Ну, каждая болезнь имеет свои причины. Вы считаете, что это болезнь? Абезон, абезон. Врачи говорят, что это просто одно маленькое изменение в генной инженерии и какая-то что-то. Врачи говорят с той точки зрения, которую они видят. И понятно это нам. Врачи не переходят за грань. А есть грань, да? За которой и все остальные... Между точными науками и астрологами. Ну, можно и так сказать, пожалуйста. Между небом и землей. Да, конечно. Потому что то же самое, вот возьмите, хотите, возьмите народную медицину, хотите, возьмите нетрадиционную медицину. Врачи не признают ее. А она очень сильна. Она очень важна. Она существует и всегда существовала и лечила неимоверные болезни, да? И почему? Потому что она базируется на знаниях эзотерики. А классическая медицина этого не хочет. А в это время и Мечен помогло бы это. Потому что... Ну, классическая медицина тоже истоки классической медицины исходят из народной медицины. Она же не просто свалилась на голову людей. Понятно, но ее сейчас не признают. Вот я вам скажу элементарную вещь. Допустим, вот вы хотите сделать операцию. Астрология нас учит. Кстати, вот у нас были много таких случаев. Я каждый день как минимум 10-12 человек к нам звонит и я им назначаю периоды операции. Уже лет 20 как минимум, да? Результаты потрясающие. Потрясающие. Сейчас уже во многих клиниках мировых работают астрологи. Почему? Вот элементарную вещь я вам скажу. Например, возьмем знак Телец. Телец правит горловой сферой. Горло, эндокринная система, в том числе световидная железа. Вот вы представьте Луна, которая ближе всех к нам и она сильнее всех действует на нас, потому что мы 80% состоим из жидкости. А то, что делает Луна с жидкостями, с морями, с океанами, вы хорошо знаете. Значит, как она сильно влияет на нас. Вот Луна, когда проходит в месяц, раз, в течение двух дней, знак Телец, что происходит? Ослабление эндокринной системы и ухудшение состояния горла. То есть, горло становится слишком эмоциональным и очень чувствительным. Луна... И подается... И в это время вы делаете операцию. Вот это горло очень может быть неадекватно в это время и реагировать очень плохо. И операция пройдет неудачно. И придется заново делать ее. И врач не понимает. Почему? Элементарная операция, которую он миллион раз делал. В чем дело? А там надо было переждать только два дня. И все, как только перешло бы близнецы Луны, все усиливается сфера горловая и можно оперировать без проблем. Так? Новолуние есть дни, полнолуние, солнечно-лунные затмения тяжелейшие. Тяжелейшие. Когда происходит много изменений не только в организме человека, но и вообще в энергетике Земли. В это время ошибок очень много. И в это время оперировать орган без особой необходимости. Особой я всегда говорю, какая? Человек попал в катастрофу, его надо спасать. Здесь не имеет значения строги. Делаем операцию. Но... Экстренные случаи. Да, конечно, экстренные случаи. Но если вы можете переждать два дня, не надо в эти дни этого делать. А вот врачи этого не хотят принимать. Миша, вы вообще считаете, что во Вселенной единственная планета это Земля, которая населена живыми существами? Нет, нет, дорогая моя, у меня были три встречи с инопланетянами. Сидеть? При Толесе еще нет, да. В 90-х годах очень большое количество было пришельцев к нам. Очень большое. Это околосолнечные или другая система? Не солнечная? Нет, это наша солнечная система, о которой мы почти ничего не знаем. Хочу вам сказать, потому что, когда я первый раз увидел огромную карту нашего солнечной системы в институте астрономии, то я, конечно, был шокирован. Потому что это, ну, как вам сказать, здесь у вас стены нет такой просто. Ну, наверное, дважды вот эта стена, вот представьте, такую огромную карту, и в правом нижнем углу маленькая точка. Это наша Земля. И вот таких точек огромное количество, миллион. Это наша система. Наша только система. Только одна наша система. Только наша. И потом выясняется, что астрономы говорят, что вот таких миллиард. Это только из того, что они знают. А возможно, не миллиарда, а еще больше. Пришли пришельцы, и вы их увидели. Как это случилось? Ну, это была встреча Руставы. В основном там были эти встречи, там ему назначались. Но это был, конечно, шок. Тогда, потом произошло более переозмысление, потому что это совсем другая энергетика, это совсем другой мир, это совсем другие люди. Есть пришельцы низкие, а есть высокие. Вот вы сказали люди другие. Это люди все-таки? Это люди. Они очень, кстати, очень интересную информацию я тогда получил первый раз, самую исчерпывающую, которую я больше и не получал. Вот когда Талес спрашивал, значит, вопрос идет какой? Не на языке. Изначально идет телепатическая полная связь, и вы не понимаете, вот как компьютер, вот представьте, компьютер вам говорит, переводит на какой-то компьютерным звуком на ваш грузинский язык. Вот таким стилем, понимаете? Но на самом деле идет ментальная беседа, то есть звука вообще нет. То есть вот вы посылаете, вы посылаете информацию, то есть бессловесно. А вы тоже так посылаете? Да, да, да. Вы также посылаете, он получает моментально и понимает, принимает своим внутренним компьютером ментала и отвечает так же. И вам как будто кто-то как будто переводит, переводчик в голове. Странное ощущение очень. Но... Между этими разговорами время проходит, пока вот переводится, или прямо идет, вот как мы с вами разговариваем, идет прямо... Идет напрямую, вы даже времени не чувствуете. В это время, когда вы с ним, там другое биополе. Вы чувствуете вот покраснение, вот голова немножко начинала болеть, вы чувствуете, что какое-то другое поле. Страха не было? Свистит немножко... Страх был. Свистит немножко в ушах какой-то звук, свист такой небольшой. И потом видишь, ну, это что-то необъятное. Около трех метров. Огромная такая личность, ну, надо, наверное, так сказать. Серовато-зеленоватого цвета, с такими... Кстати, очень интересными глазами, выпуклыми такими. Носа почти нет у него. Скажем так. И чувствуете какую-то грандиозность. Я не понимаю, что, как, но это что-то грандиозное. Из него идет какая-то энергетика, вибрационное поле. Вы это чувствуете. Остановились часы. Все такое. То есть, абсолютно, вы находитесь в каком-то другом пространстве. Если вы меня в это время спросили бы, какая страна, какой век, какая религия, я вам не ответил бы. Я был в какой-то прострации. И в это же время у нас идет... И он мне объясняет, что когда-то мы жили здесь. Здесь, у вас, на Земле. Мы прошли эту эволюцию. Вы также пройдете. А после вас пройдут другие. Когда почистится Земля. Это значит, апокалипсис будет. Обязательно. Он говорит, мы все это прошли, как и вы. Мы выдумали велосипед. Потом выдумали телевизор. Потом автомобиль. А потом все это кончилось. И все началось снать. В один прекрасный день эволюция пришла к тому, что мы уже сели на ракеты. Мы начали перебираться к Луне и к другим планетам. И в один прекрасный день уже стало ясно, что мы уже эволюционировали настолько, что надо перебраться на другую фазу эволюционного развития. Земля для этого уже недостаточно. И нас уже отсюда увели. Нашими же ракетами мы улетели. И перешли абсолютно на другую сферу. И там, конечно, началась эволюция нашего тела. Потому что там другой воздух. Другие, да. Другие условия. Сила притяжения другая. И все резко начало меняться. Желудок, сердечная система. Все. Божественная какая-то сила начала потихоньку нас менять и интегрировать. Поэтому придет время, когда вы тоже этим займетесь. Кстати, он нам сказал, что мы жили там, где сейчас живут евреи. В Израиле. Наше место было в Израиле. Вот это личность, которая с нами говорила. Ах, они. Инопланетяне. Да, мы израильское племя. А вот вы, то есть кто здесь жил, в Грузии, они живут рядом с нами. Он сказал, созвездие с Йо. И мы часто с ними общаемся. Они жили здесь. И когда Талес поставил им вопрос, что почему вы с нами не входите в контакт. Он сказал, пока рано. Нельзя. Мы только наблюдаем. И зачем наблюдаем, чтобы вы не уничтожили эту землю. Если вы уничтожите ядерным оружием, это пойдет сцепная реакция, и многие другие цивилизации испортятся или уничтожатся. Этого нельзя допускать. Поэтому сейчас мы следим, чтобы не было никаких у вас таких дурацких катаклизмов, потому что во время войн они чаще всех появляются на небосводе и защищают землю от каких-то дурных предвестий, которые может человек вытворить с этой землей. Поэтому они приходят в основном как защитники, но вступать в контакт пока рано. У людей слишком много агрессии. И он нам сказал, что много цивилизаций, которые выше них стоят, и они тоже к ним прилетают. У них абсолютно другие тела. Понимаете? Поэтому трудно в это поверить нам, потому что это у нас редко бывает. трудно поверить. Знаете, это настолько невообразимо, Ну да, я поэтому говорю, трудно. Знаете, похоже на сказку. Да. Я понимаю. Вот на земле существуют люди, расы, которые имеют разные цвета. Негры, японцы, желтого цвета. А вы знаете, что существовало... У меня ощущение, что они пришли с разных планет на землю. Да, да, да. Вот правда? А вообще человека кто сюда привел? Кто? Как вы думаете? Откуда вот человек здесь вообще появился? Откуда? А вот в этом все дело. Здесь даже есть целые теории о том, что это эксперимент инопланетян. Значит, Адам и Ева правда пришли откуда-то, да? А как же. Вы знали про такую цивилизацию, как Лемурия? Там жили люди, у которых был рост от 8 до 15 метров. Вы можете это представить? На земле? Да, да, да. Они в Индийском океане жили. Сейчас находят под водой. А Атланты... Хотя бы перевозьми. Атланты, да. А... Под 5 метров. Возьмите, вы пирамиды огромные. А вы знаете, что под пирамидами жизнь кипит? Не знаю. Ну, вы бы и не должны знать, потому что ваше сознание и мое сознание сейчас на уровне третьем развития. А если вы перейдете четвертый уровень, то станете Буддом, Буддой. То есть станете человеком, который видит то, что происходит за этой стеной. И кто это видит, они говорят, там целая жизнь кипит на четвертом уровне. Там где? За стеной или под землей? Внизу, внизу, внизу. Целый огромный мир окажется у нас под ногами. Что они там делают под ногами? О, в этом все дело. Там совсем другие существа. И об этом тоже есть информация, литература. Тогда и под водой могут жить? Да, есть, конечно. А также, кстати, инопланетяне прекрасно под водой. Знают об этом? Нет, нет, они под водой, у них целые станции. Кстати, это многие знают, кто, например, вот в России частенько, они часто следят за этим, что вот там озера у них есть определенный, вот Байкал, куда часто заплывают инопланетяне со своими кораблями. Под воду, прямо они эти свечения частенько видят. Что они там делают? Вот они заплывают, но все равно на земле бывают воины, уничтожают люди друг друга, придумывают новые типы оружия. Они не вмешиваются. Если они приезжают, почему? Нет, нет, они не имеют права вмешиваться, потому что здесь идет свободное развитие. Они тоже воевали так, друг с другом. Они говорят, это мы все прошли. Сейчас они не воюют? Нет, нет, другой уровень цивилизации. Что они делают? Ментала, понятия. Как они двигают свою науку вперед? Обычно говорят, что именно воины приносят новую технику и развивают технологию. Только военные технологии можно тут говорить, но это не имеет смысла. А остальное? Что из-за войны мы получили технологию медицинскую? Нет. Или музыкальная аппаратура? Обязательно из-за войны? Нет, не обязательно. Вообще-то так говорили. Это на определенном уровне может быть. Но придет уровень, когда этого не надо. Вот, например, ближе все к инопланетянам знак Водолей. Он примерно на 10-20 лет опережает общее развитие ума человека. Поэтому Водолея очень плохо понимают. Они впереди. То, что Водолей сейчас думает, мы это поймем через 10 лет. Должны прийти к этому. Обязательно придем. Но сейчас мы их наказываем, мы их не понимаем. И не понимаем их дурость. А Водолей это тот знак, который предвестник того, что произойдет. Вот, например, компьютерные технологии. Водолей создал. Мобильные телефоны, телевизоры, это все Водолей. Это потрясающе. Да. Вот так и они уже создают. Цивилизация идет вперед. Новые вещи. Миша, я хочу вас спросить. Вот человек пришел на этот свет, родился в этот день, в эту минуту, в эту секунду, на этом месте. И одновременно, вот предположим, в этот же день, рядом с ним, буквально, чтобы не сказалось, где. Другой пришел. Пришли одновременно они и одновременно вскрикнули, одновременно получили первый глоток кислорода. Но у них другие кармы. Почему? Хороший вопрос. Вот вы представьте, значит, здесь, во-первых, начнем, что родовая линия кармы. Разная у людей, да? Что делали ваши предки? У него и у вас. И вообще 9 месяцев, как он провел в этом? Это отдельная тема. Сперва родовая карма. Раз. Она дает разницу. Вторая сфера. Это сфера, куда вы попадаете. Какая семья? Какой дружеский круг? То есть фенотип. Одно, что, допустим, генотип, вы сказали, по родовой линии. Второе фенотип. Где вы это все развиваете? Это вторая важная проблема. И как? Возможно, у вас дружеский круг, который вам закрыл кое-что из того, что вы могли развить. Возможно, у вас любимый человек, который вам не дал развиться соответствующим образом. Так? Масса внешних факторов. Возможно, вы родились, допустим, где-то в Африке, в такой семье, где ничего нет. И вы что-то сделали, но даже половинку не проявили того, что могли проявить. Что-то вам мешает. То есть фенотип, он может резко менять. Вот, допустим, заложено одно и то же, да, в том человеке, кто родился вместе со мной, в одной палате, допустим, да. Но вот эти фенотипические элементы, плюс родовая карма, и наша личностная карма, что мы делали в прошлых жизнях. Все это вместе закручивается. То есть развитие уровень. Я, может, пришел уже в восьмой раз в этот мир, а он пришел в третий. Все понятно. Но в один и тот же день. Поэтому здесь разные потенциалы, разные данные. Вот это последнее определение. И по-разному они будут развиваться. Миша, мне было очень интересно с вами говорить. Мне тоже с вами. Спасибо большое. У нас очень много незаконченных вопросов. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам. Я пожелаю, чтобы мы еще раз встретились с более благими намерениями. Мы пожелаем всем хороших карм и хороших изменений и быстро найти себя. И обращаться почаще к специалистам, как находить себя и с чем идти по этому миру. Что вы скажете нашим слушателям? Почувствуйте в себе Бога. Не надо обязательно бежать в церковь, какие-то места. Не обязательно. Почувствуйте в себе. Она у вас. Почувствуйте его сердцебиение. Вот особенно ниже пупка в пяти сантиметрах у нас точка жизни и смерти. Думайте часто о ней. Когда она начнет у вас пульсировать, тогда вы можете уже чувствовать, что рядом с вами Бог, рядом с вами высшие силы. Это уже дорога духовной эволюции. Почувствуйте эту точку сердцебиения Бога. Вы будете неимоверно счастливы. Вы почувствуете запах Бога. Это самое высокое блаженство. Новое слово. Почувствуйте запах Бога. Большое спасибо за визит. Послушайте запах Бога. Найдите в себе Божьи силы и творите добро. Спасибо за прослушанное время. И до новых встреч. Это была программа Грани Севой Бабалашули. У нас в гостях был великий Михаил Сокровный. У меня было такое ощущение. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»